Карл Чапек Прожигатель жизни — Что вы, женатые, — сказал пан Смиток, — знаете о жизни. Сидите себе дома в шлепанцах, за вечер выпейте кружку пива, а в десять, спокойной ночи, перину на голову и захрапели. И это называется жизнь. — Хорошо вам говорить, пан Смиток, — возразил пан Роуз. — Вы на свое жалование можете жить, как барон. А вот когда на шее жена до двое сорванцов... — На свое жалование, — недовольно проворчал пан Смиток, — на свое жалование. Разве на жалованье проживешь? — Да мне его на одни чаевые не хватит. Есть кабаки, где даже сопливому гарсону нельзя дать меньше полусотенной. А музыкантам? Выложишь на тарелку тысячную, никто и глазом не поведет. — Ну, вы скажете, пан Смиток, музыкантам тысячу. Я такого еще не слыхивал. Надо быть кретином, чтобы постольку отваливать за их пиликанье. — Ах, ничего вы не понимаете в этом, — продолжал пан Смиток. Музыканты только притворяются, будто они следят по нотам, а сами смотрят, с кем вы сидите, что делаете, о чем говорите, кто уже готов и так далее. — Если он опустит большой палец вот так вниз, значит, гони монету, и тогда, мол, я и не пикну. Вот оно что. — Какие прохвосты! — изумился пан Кроу. — Конечно. Вы послушайте, пан Роуз, сейчас вы из меня и кроны не вытрясете, а вечером я должен буду заплатить двенадцать тысяч, взятые в долг под честное слово. — Вам-то, женатым, кажется, будто бог знает, что случится, если вы задолжаете лавошнику сто двадцать крон. — Двенадцать тысяч? — повторил пан Роуз. — Да, дорогой, не хотел бы я быть в вашей шкуре. — А-а-а, да что там! — пан Смиток сладко зевнул. — По крайней мере, чувствуешь, что живешь. Взять, к примеру, хотя бы вчерашнюю ночь. Росказ. Вот это доложу я вам жизнь. — Но долги, — строго перебил его пан Кроу, — нельзя делать долги. Попадете в лапы к ростовщикам и пропали. Так ведь оно и бывает. — Что долги, — беззаботно возразил пан Смиток, — долги — ерунда. Главное — связи. Один амстердамский банкир мне так и сказал. А девочки, между прочим, там были первый сорт. Черт повери. Особенно одному ладка. Да где вам понять? Так вот этот банкир и говорит, покупайте мексиканские акции и через неделю заработаете на каждые по восемьдесят долларов. Связи надо иметь. А дома под периной их не отыщешь. И вы купили эти бумаги, — поинтересовался пан Роуз. Я давно уже все истратил, — уклончиво отвечал пан Смиток. Как жили, так и дальше проживем. Поймите, я люблю сильные ощущения. Пускай такая ночь стоит мне тысячи наплевать. Зато я знаю вкус жизни. — Оно и видно, — проворчал пан Кролл. — Погодите годик-другой, начнете мучиться с почками или с печенью. — Пустяки, — ответил пан Смиток с непозволительным легкомыслием. — Главное, знаешь, что пожил сласть. В тот вечер пан Смиток купил кусок ливера, сто граммов эдамского сыра, и, придя домой, вскипятил себе чай. Ливер и корка от сыра достались кошке Лиске, после чего она умылась лапкой и собралась было выйти. Но хозяин с укором остановил ее. — Ах ты бездельница, легкомысленное создание! Одни гулянки у тебя на уме. Чего тебе дома не сидиться? Ты ведь не молоденькая, понимать должна. Упа-тоскуха! — нежно продолжал пан Смиток, взяв Лиску к себе на колени. Затем надел наушники, настроил приемничек и стал слушать. Кто-то читал какие-то стихи, и пан Смиток попытался отбивать ритм ногой, но почему-то все не попадал в такт. Ему стало скучно, и он дернул Лиску за хвост. Лиска ловко повернулась и цапнула его за руку, после чего она, всякий случай, спрыгнула на пол и сверкала глазами уже из-под кровати. От стихов у плохого Лискиного настроения пан Смиток и сам как-то расстроился. Он почитал еще немного газетов, которые принес домой сыр, а в десять был в постели. С половины одиннадцатого, когда на кровать спрыгнула Лиска и устроилась у него в ногах, пан Смиток уже спал. — О-хо-хо! — зевал на другой день пан Смиток. — Жизнь окаянная! — Господи, что за ночь была вчера! — Вот! — проговорил он, протягивая руку. — Видите? — Царапина! — Какая была женщина! — Русская! — Лизой зовут! — Настоящая дикая кошка! — Чего она только не вытворяла! Пан Смиток безнадежно махнул рукой. — Что вам рассказывать? Разве вы домоседы поймете? — Пусть смерть, пусть тюрьма, но жизнь надо пить. — Пусть полной чашей! — А вы! — Да ну вас совсем с этой вашей мещанской моралью! — Черт! — Начиналось третье действие оперы дворжака «Черт» и «Кача». Огни в зале притушили, и шум утих, словно завернули кран. Дирижер постучал палочкой и поднял ее. Паня Малая в первом ряду кресел убрала кулечек с конфетами, а пани Гроссманова вздохнула. — Я обожаю это вступление! Пан Колман в седьмом ряду закрыл глаза, готовясь насладиться, как он говорил, своим дворжакам. Палелись звуки грациозной увертюры. Тут занавес с правой стороны шевельнулся, и на сцену проскользнуло какое-то маленькое существо. Очутившись перед темной пропастью зала, оно в изумлении замерло и тревожно оглянулось в поисках пути к бегству. Но в этот миг его настигли звонкие коготки вступительной польки, и существо задвигало в такт ручками и затопало ногами. Ростом оно было не выше восьмилетнего ребенка, но грудь его была волосата. Все туловище ниже талии тоже покрывало косматая, темно-рыжая шерсть. Мордочка у него была козья, остренькая, и сквозь курчавые волосы на голове пробивались рожки. Существо звонко притоптывало копытцами своих козьих ножек. Публика начала тихонько смеяться. Созданница на рампе в смятении сделала было шаг назад, однако наткнулась на занавес и испуганно оглянулась. Но копытца его сами по себе отбивали дробь и кружились в ритме музыки. Казалось, существо на сцене наконец-то преодолело робость. Радостно разинув рот, облизнуло с длинным розовым язычком, и все отдалось танцу. Оно подпрыгивало, приседало и с воодушевлением топотало. Ручки его тоже двигались в танцы. Они взлетали над головой и весело щелкали пальцами. А тонкий упругий хвост махал из стороны в сторону мерно в такт, как метроном. В этом танце не было большого искусства. По правде говоря, это были просто какие-то скачки, прыжки и топотаньи. Но все вместе выражало беспредельную радость жизни и движения. Это было так же естественно и прелестно, как игры козленка или погоня щенка за собственным хвостом. Публика размягченно улыбалась и ерзала от удовольствия. Дирижер обеспокоился, почувствовав за спиной какое-то волнение, энергичнее замахал палочкой и строго глянул в сторону шумовых инструментов. Что это там сегодня за странный стук и топот? Но встретил лишь настороженно преданный взгляд барабанщика с колотушкой в руке, готового к своему вступлению. Оркестр играл старательно и добросовестно. Не поднимая глаз от пюпитра. На сцену никто и не глядел. Там-та-та, та-та-там! Черт возьми, что-то сегодня не в порядке, — подумал капельмистер. И широкими взмахами погнал оркестр форта. Почему в зале смеются? Наверное, что-то случилось. Чтобы отвлечь внимание публики, дирижер повел увертюру все громче, все быстрее. Созданница на сцене только обрадовалась этому. Оно топало, тряслось, сучило ножками, подскакивало, скидывало голову и все быстрее мотало хвостом. Там-та-та, там-там-та-та. Пани малая, сцепив пальцы на животе, сияла блаженно и растроганно. Она уже слушала однажды «Черта» и «Качу» четырнадцать лет тому назад, но тогда ничего такого не устраивали. — Я не сторонница нынешних режиссерских выкрутасов, — подумала она. — Однако это мне, пожалуй, нравится. Ей захотелось поделиться с пани Гроссмановой, но та, благоговейно уставившись на сцену, лишь покачивала головой. В пани Гроссманова была страстная наломанка. Пан Колман в седьмом ряду сидел мрачный. Еще никто не позволял себе ничего подобного. Это попросту неуместно. Чего только не выделывают нынешние режиссеры с Дворжиком. Уму непостижимо. Это переходит уже всякие границы. — Восмущался пан Колман. — И в таком бешеном темпе овертюру тоже никогда не играли. Просто неуважение к Дворжику. Рассерженно заключил он и решил. — Непременно напишу в газету. Я заглавлю. Руки прочь от нашего Дворжика. Или как-нибудь в этом духе. Ну вот замерли последние звуки. Овертюры. Дирижер перевел дух и вытер платком вспотевшее лицо. Что приключилось сегодня с публикой? Занавес вздрогнул и пополз вверх. Танцующая фигурка сметенно оглянулась и, сдавленно микнув, скрылась за кулисой. Не успел занавес подняться. Паня Малая из первого ряда захлопала, но пан Колман из седьмого сердита зашипел, в результате чего публика смутилась, и редкие хлопки потеряно замолкли. Нервные движения лопаток дирижера выражали явное возмущение. — Наверное, не надо было хлопать при поднятом занавесе, — подумала пани Малая, и, чтобы замять неловкость, зашептала пани Гроссмановой. — Не правда ли это было очень мило? — Великолепно! — выдохнула пани Гроссманова, и пани Малая с облегчением достала из пакетика конфету. — Никто и не заметил, что я аплодировала. Успокоился и пан Колман. Больше уже ничто не нарушало достойного течения спектакля. — Непременно напишу дирекции театра, чтоб убрали подобные безобразия, — сказал себе пан Колман, но тут же позабыл об этом. — Странная была нынче публика, — ворчал дирижер после спектакля. — Хотел бы я знать, чему все смеялись. — Сегодня же понедельник, — ответила ему первая скрипка. — А по понедельникам всегда бывает самая ужасная публика. — Вот и все.